Самовар В конце 90-х годов передача «Блеф-клуб» на ленинградском телевидении была одной из самых популярных. Вел ее Сергей Прохоров. Как сейчас живет шоумен и чем занимается, мы поговорим за самоваром у него на даче в Рощино. Вот когда мы с вами встретились на полянке, где вы разжигали самовар, мы же вспомнили, что 15 лет назад вы ушли из ленинградского телевидения. Ну вот такой вопрос. Чем сейчас занимается известный, очень популярный телеведущий, шоумен Сергей Прохоров? Я всю жизнь, в общем-то, у меня так получилось, я работаю в Доме ученых в Лесном при Политехническом университете. И когда туда приехал, я не знаю, можно так сказать, экс-губернатор нашего города Владимир Анатольевич Яковлев и ректор нашего, тогда института Политехнического института, представил он у меня, хотя мы с Яковлем хорошо знакомы были, мы вместе в теннис играли, там матчи Петербург-Москва. И он говорит, я, говорит, не знал, что вы блефуете по совместительству. То есть там я уже, да, 30 лет работаю директором, там родился блеф-клуб. Да, действительно, это была передача, которая 16 лет существовала на нашем телевидении. Три игрока, и нужно было как-то обмануть на истории, на вопросах, на розыгрыше. То есть задача была провести. Ну а дальше уже вот люди получали очки, люди получали свои призы. И я, честно говоря, за все эти 16 лет просто рад, что жизнь меня свела со многими интересными людьми. А вот расскажите, потому что, наверное, старшее поколение, они помнят, в чем была ну как бы идея блеф-клуба. А вообще, вот как строилась вообще передача? Что это было? Три гостя, да, они собираются. В основном артисты же передачи? В основном артисты, ну, публичные люди, так скажем, кого знают, да. То есть мы и спортсменов, соответственно, брали, мы и даже политических деятелей брали. Вот играл и мэр нашего города Антон Александр Собчак вместе с Рудольфом Фурманом и с легендой нашего, я считаю, что отечественного кино, это Михаил Ульянов. Прекрасная, красивая игра. То есть задача была такая. Они приходили, мы друг друга разыгрывали. Сначала вот как бы такой, знаете, визитная карточка, знакомство. Верите ли вы, да? Ну, какой-то был розыгрыш. Ну, например, верите ли вы, что отличить левую ногу от права очень легко, на левой ноге большой палец вправо? Не верю. Да вы что, подумайте. Левая нога от права отличается тем, что на левой ноге большой палец вправо. Но есть вопрос, на который есть два ответа. Например, такой. Верите ли вы, что Иван Сусанин, автор первого маршрута по Золотому кольцу для польских туристов? Не верю. А я говорю, а это да. Почему? А пока вот представьте, Иван Сусанин, а почему бы нет, что автор первого маршрута для польских туристов, он польское войско завел по Садовому кольцу в болото. В общем-то, он может быть автором первого... То есть были вопросы, на которые можно было ответить и так, и так, а были, которые... Но это они задавали вопросы, герои. Нет, тут как бы сначала я задавал вопрос, потом он задавал вопрос. Потом они садились и рассказывали друг другу историю, и визави должен был просто угадать, правда это или неправда. А в конце, в конце, собственно говоря, начиналась вот эта вот моя история, когда я каждому, кто оставался два, из трех оставались два финалиста, я задавал финальные вопросы, вот которые я вам сейчас задавал. Верите ли вы, что хренотень, это тень, отбрасывая листьями хрена на соседние растения? Потрясающе. Верите? Не верю. А зря. Вот такие вот вопросы. То есть так вот строилась передача. Вот история должна быть такая, смешная. Но на самом деле, я помню, у нас однажды в передачи приехала Римма Маркова, замечательная актриса, подруга Нонны Мордюковой, вот, и у нее такое фронтовое детство, и я говорю, Римма, я уж не помню по отчеству, как, я говорю, а какие истории будете рассказывать? Ну, мы так иногда, знаете, узнавали, чтобы вот может быть что-то подправить где-то немного, она так сидит, сидит рецой так сидит, и говорит, слушай, ну если я сейчас тебе их расскажу, тебе же потом неинтересно будет их слушать. Я говорю, ну в общем-то да, она говорит, ты не волнуйся, истории будут хорошие. Я говорю, ну самое главное, чтобы быть смешной, она говорит, ну как получится. И вот вы знаете, вот первый раз, я помню, были в клубе, были истории не смешные. Она рассказывала про свое военное детство, про то, как ей нравился один парень, вот, и она однажды костюм Золушки, ну была зима, нужно было понравиться парню, она костюм Золушки надела на ватник. И в ватнике вот пришла, то есть ватник, ну зима, в клуб там, и костюм Золушки, и все равно она своему парню не понравилась. То есть программа там, по-моему, зрители плакали, у меня, по-моему, там слезы текли. Но я тогда первый раз вспомнил, это уже был пятый или шестой год блевклуба, что на самом деле не обязательно, чтобы была смешная история, главное, чтобы была такая история, которая вот просто возьмет вот просто за душу, да, и как-то вот возьмет тебя перевернет. Понимаете, вот пусть даже она не смешная будет, не анекдотичная, главное, чтобы она зацепила историю. И вот на самом деле с тех пор у нас действительно очень много историй было, которые мы, во-первых, уже не репетировали, то есть мы просто доверяли людям, доверяли вот, что они передачу смотрели, они знают, что рассказать, и действительно были истории, которые вот просто, просто хорошие, просто хорошие, добрые истории. Ну, до сих пор я, честно говоря, вопросы пишу в стол, то есть мне нравится, поскольку иногда все-таки приходится проводить какие-то праздники, ну, корпоративные праздники, я люблю играть там и что, где, когда, и кто хочет стать миллионером, всякие вот такие интеллектуальные игры, так скажем, да. С куда берете вопросы? Ну, когда не было интернета, у меня в кабинете на работе стояли все там, сколько, я уж не помню, 66 томов большой советской энциклопедии, поэтому от А до Я я прошел, выискивая там всякие вот интереснейшие названия, да. Затем, да, потом были всевозможные журналы, газеты там, да, а сейчас, конечно, вот интернет, поскольку, ну и плюс сейчас же еще получилось, когда люди друг другу пересылают все там по этим, по бацапам, там по всяким виберам, там вот эту всякую ерунду смешную, понимаете, и поэтому это тоже вот пища для вопросов, так скажем. Ну, вот вы знаете, я вам честно признаюсь, Сергей, что я была вообще ваша поклонница, вашей передачи, я старалась ни одну не пропустить, потому что мне она нравилась из-за того, что вопросы, во-первых, всегда были очень замысловатые, интересные, и она была такая вот, ну, какая-то вот по-доброму сделана очень, как-то по-петербургски. Она добрая была. Мне не было никакой пошлятины вот это, которые сейчас вообще бывают в этих развлекательных шоуах. Ну, опять же, они, может быть, вот все-таки вот эти ребята, где молодежь, которые на канале ТНТ, там, на СТС, там, да, а все-таки вот, мне кажется, такие большие каналы, они стараются. Меня больше там раздражает, извините меня, все вот эти передачи, когда идет копание в грязном белье. И потом, ну, я думаю, что вот действительно, вот вы правильно сказали, раньше телевидение было какое-то более доброе само по себе. Сейчас вот как-то в нем есть вот эта злоба, вот эти вот конфликты, там, между мужчинами и женщинами. Ну, даже вот ту же программу, там, давай поженимся, она превращается, там, я не знаю, иногда, черте что, понимаете. Давайте чайку. Давайте. А, можно так. Чашечки у нас, чувствуете, экономим, не покупаем. А жена сама делает. Правда? Да. Вот это валяет, там, это крутит на диске, потом все это пришивает, там, все из трубы. Ну, в душе да, в душе да, поэтому мы картины рисуем, пишем, правильно, если говорить, и чашки делаем сами. Это все, все, вот то, все, что здесь стоит, это все, собственно, своими руками, все оно. Ну, это здорово. Экономно. Да. Я, знаете, что хотела спросить, вот в каком-то интервью я прочитала, что образ ведущего, телеведущего, ему составляли три разведки. Вот ваш образ вообще, вот как он возник? Все возникло. Я был ведущим нашего петербургского КВН, ленинградского КВН, да. И, наверное, из КВН появился мой первый опыт на ленинградском телевидении. Это 87-89 год. Была такая программа 3 из 18. Потом она называлась «Здравствуйте». Это молодежная редакция, Валерий Громов. Возглавлял тогда ее с этой замечательной передачей. Я даже, имея вторую форму допуска, работая в научно-исследовательском институте после окончания «Корабелки», меня даже выпустили в Америку. И я не знаю, я этот образ не создавал. Я все время вот играл в КВН. Я в КВН играл в армии, играл в институте, играл в школе. То есть КВН был все время со мной, и ребята, которые придумали, вот которым принадлежит идея «Блиф-клуба», они, поскольку играли в КВН, они сказали, а вот у нас что там в ведущей передаче? Вот он есть, давайте возьмем Прохорова. Он у нас КВН ведет. Он, если что, и телевизионные передачи попробует. Ну и так вот, собственно говоря, и получилось. 16 лет, 11 на Питере, и еще там плюс 7, можно сказать, на культуре. Кого вы запомнили из ваших гостей? Вот кто вот для вас, ну вот просто человек был песней, вот с которыми вы встречались? Ну, у меня, наверное, все-таки такой самый любимый игрок, это, конечно, Семен Александрович Фурман, поскольку он такой завсегдатай «Блиф-клуба». У него от «Блиф-клуба» три телевизора, две микроволновые печи, два холодильника, диван. И я ей говорю, слушай, а жену мы тебе не в «Блиф-клубе», значит, он говорит, нет, жену я сам. Ну и вот, мне кажется, для ведущего это как-то высший пилотаж, говорить о смешном, удерживая улыбку. С виду даже казалось, что вы такой человек замкнутый, такой не очень даже общительный. Ну, знаете, вот Федор Михайлович Достоевский сказал, что красота спасет мир. Мы многие годы, вот наши программы, я лично участвовал в фестивале дружбы имени Аркадия Райкина, который проводили в Риге. Там девиз был «Доброта спасет мир». А я всегда, вот не знаю, всегда добавлял, что улыбка спасет мир. Потому что если человек улыбается, то значит, наверное, у него все хорошо. Если он улыбается человеку, значит, и другой человек в ответ тоже будет улыбаться, и у него тоже будет все хорошо. Поэтому, вот видите, доброта, красота и улыбка, они спасут мир. Говорят, девиз Денди «Быть заметным, оставаясь незаметным». Ну, вот это про вас. Спасибо. Спасибо. Скучаем мы без вас. Спасибо. Я тоже немножко скучаю без телевидения. Ну, мы сейчас вот на самом деле уже сделали тизер. Я думаю, что с сентября попробуем сделать «Блев-клуб» для Ютуба. То есть там уже будет не три человека, а просто два, чтобы попроще было все. Там буквально будет по одной истории вот эти вот вопросы, которые делают настроение. И еще может быть такой, знаете, маленький батл между... Надо выбрать такую тему, которая, вот, например, Поздеев и Сергей Рогожин, да. И вот взять их и спросить, кто из вас в более раннем возрасте стал заслуженным артистом России? Я уверен, что сразу они... Вот будет схватка, да. Вот я, я самый молодой, я там в 33. Нет, я самый молодой, я в 32. Да, такого, да, маленького поединка, так скажем. А вы зожник? Да, да, за здоровый образ жизни. Зарядку утром-зарядку минут 40, да. Вот на даче, вот видите, велосипеды стоят, могу проехать чуть-чуть. Дома есть тренажер, огур, то есть, ну, на этом все и заканчивается. Ну, слушайте, ну, вы как огурчик выглядите-то. Я... Ну, мы не виделись 15 лет, вот я вам правда говорю. Спасибо, спасибо. Вот со временем блев клуба вы не изменили. Спасибо. В одном и том же весе держится. Ну, честно. Я бы даже сказал, что, наверное, тогда... Я вот иногда фотографии рассматриваю так вот в Ютубе, мне кажется, там даже немножко пошире лицо было. И уши попушнее были. Ну, тут уж я не знаю, как-то тогда, да, тогда. Они же тоже, усы как-то, вот я не знаю, они в жизни появились случайно. Я брил их всего два раза. И то на спор. То есть, нужно было... Однажды я Ширвинта с Державиным разыгрывал у нас на блев клубе. Они играли с Наташей Антоновой. Вот, поскольку они были участниками фестиваля «Золотой Остап». И вот я помню, я сбрил усы, наклеил. И когда зашел, я говорю, «Верите, что у меня у вас и ненастоящая?» Они говорят, «Ну что ты!» Красиво. А еще один раз это был на Новый год, когда вот в институте мы там делали новогодние праздники на 2000 человек. Такие вот первые дискотеки вот в Корабелке, как бы, да, новогодние праздники. И вот я там тоже на спор усы как бы сдергивал с себя. Как в фильме «Бриллианты» у вас усы отклесят. Спасибо. Вот ваш рецепт. Как жить счастливо и в гармонии с собой? Ой, да главное, мне кажется, вот нужно так подобрать окружение тех людей, родных, близких, знакомых, приятелей, друзей, чтобы вот было приятно ждать звонка, когда они позвонят. Если они долго не звонят, значит, ты должен сам это сделать. Мне кажется, что вот должны быть такие моменты, когда можно, ну, пусть даже ехать с близким человеком в машине и ни о чем не говорить, но все равно от того, что вы ничего друг другу не говорите, ничего не меняется. Вы все равно близки друг другу. То есть иногда просто и помолчать – это тоже, ну, я не знаю, не смысл жизни, но это умение, умение жить, наверное. Поэтому мне кажется, просто вот нужно окружить себя такими людьми по возможности, чтобы они были твои родные, близкими по духу, и тогда все в твоей жизни будет хорошо. Но неприятности они все равно будут, то есть оно, с ними придется как-то, наверное, бороться. Ну, что я могу сказать в заключении нашего интервью? Приходите к нам работать, в нашу команду. Вы веселые, с вами легко, мы вас берем к себе. Спасибо большое, спасибо. Подум, можно подумать? Да. Потому что есть все-таки дом ученых, где я почему-то так решил, знаете, у меня однажды, я помню, теннисные друзья, есть такой Вячеслав Шориков, он пишет книги про теннис, такой историк нашего петербургского тенниса, сам поигрывает в теннис. И вот я помню, он однажды пришел, посмотрел «Дом ученых», я ему все показал, все помещения, он так походил, вот чувствует, что это мое родное, он говорит, Серега, вот если с тобой в жизни случится, ну, то есть ты умрешь, уйдешь из этой жизни, он говорит, я знаю, чьим именем назовут «Дом ученых». Мне, знаете, так было приятно, на самом деле, вот, потому что, ну, он такой родной для меня был. Я, опять же, в нем и Квен родился, в нем и Блев-Клуб родился, ну, понимаете, вот все, вот все произошло в «Доме ученых». Тогда приходите просто к консультантам к нам. С удовольствием. Если возьмете. Возьмем. Мы веселых любим и находчивых. Спасибо.